Карамельная фея Карамельная фея Карамельная фея Он помогает, но занимает так много, целую часть меня. Он очень сильный, и мне кажется, он и есть я. Второе стихотворение, я его очень люблю и думаю, вам тоже понравится. Оно называется «Пусто». Пусто. Прикрыть тебя может только одежда. Грустно. Когда ты любил, но тебя покидает надежда. Искусство, если сумел это все побороть, оставив чистой, нетронутой свою плоть. Тихонечко, шепотом, не торопясь, откинув все домыслы, принципы и эмоции, на правду искренность не скупясь, попробуй поделить это все на порции. Вчера ты мог кушать сладкую вату, тебе было вкусно, ты съел ее всю. В миг, когда ты поедал ее клочьями, ты ведь не думал про колбасу. Если ты чувствуешь, что теряешься, это не страшно, страшно другое. Только если ты не выкладываешься, ты не оставишь себя в покое. Нету ответственных за твое счастье, это все твое, никак не чужое. Каждый отрезок своей чудесной жизни принимай как самое дорогое. Третье стихотворение, оно сильное, оно так и названо «сила». Я сильная, я верю в то, что сила в каждом из нас, просто ее надо почувствовать и просто почувствовать. Я слишком часто говорю о чувствах, быть может в этом я вижу свет, когда мне радостно или грустно, и даже если все сходит на нет. В огромном мире мне мало места, я все ищу его и ищу. Вчера подруга, а завтра невеста, но я от этого не трепещу. Я словно помню утробу матери, в ней так уютно и очень тепло, в ней очень добрые обитатели, ее душа и ее нутро. Мне, видно, этого не хватает, все в масках, коконах или очках, твердят о деньгах, славе, известности, но я не вижу блеска в глазах. Я верю в силу, она со мной рядом, это как утром видеть рассвет. И так же считаю ее экспонатом, и тут не важен менталитет. Мы все живем под огромным небом и очень редко видим затмения. Так почему же так много злости? Откуда лезет плохое мышление? Обнять весь мир я тут захотела. И этим всем я хочу сказать, что вне зависимости от течения река не будет двигаться вспять. И всем хочу пожелать этой силы, она нас движет только вперед. И если сложно, то не отчаиваться, услышь в жизни свой непременный черед. Ну а теперь поулыбаемся. Этот стих называется «Улыбка». Я его написала, когда меня номинировали на премию «Поэт года» по версии стихи.ру. И там было задание написать что-то, что повествует меня. Я написала стих и назвала его «Улыбка». Потому что я подошла к зеркалу, посмотрела на себя и думаю, блин, ну что же повествует меня. Улыбнулась такая, думаю, блин, супер. Поищи в глубинах своей души хоть немного добра, теплоты и света. Если это искать и в итоге найти, для любви не останется зла и запрета. Легче будет идти, легче станет смеяться. Ты возьми и позволь просто так улыбаться. Это легче простого. Насладись моментом. Одари весь мир своим комплиментом. И в ответ увидишь все те же узоры. По-любому будут довольные взоры. Даже если не будут, ты точно знаешь, как улыбкой своей ты мне помогаешь. Каждый день просыпаюсь, я люблю улыбаться. Я люблю свою жизнь и громко смеяться. Каждый день наполняй и ты улыбкой. Не грусти, я считаю это ошибкой. Ну, у меня есть еще минутка, я думаю, я расскажу этот стих. Это стих посетил меня утром как-то. Я подумала, что я вижу этот мир, он настолько прекрасен, и мне сразу захотелось написать. Это будет последний. Ранним утром или поздней ночью, где-то вдалеке от суеты, ты почувствуешь гармонию природы, тонкость этой нежной красоты. Будешь выбирать себе глазами то, что заставляет сердце биться, будешь думать долгими ночами, как же снова возвратиться. Возвращаться — это путь чудесный, он наполнен радостью, любовью. Если вдруг летишь ты птицей, будь отчетлива собою. Если вдруг стремительно уходишь, позабыв природы грацию, не забудь простить свой разум за такую вот прострацию. И запомни, жизнь твоя прекрасна. С каждым днем все хороша и хороша. Делай все, но не напрасно, и беги, но не спеша. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok